привет друзья мои я снова с вами выбрала минутку времени чтобы зайти написать работку тоже небольшую времени сейчас не теряйте меня вот мне уже пишите комментарии да что вы не бросили канал нет ребят я не бросила канал продолжаем рисовать но только вот когда у меня время появляется так вот ну извините я надеюсь скоро будет больше времени будем писать сейчас тоже я выбрала такой нашла сюжетик простенькие но он красивый получится это будут у нас маки цвета у нас будут основные красный черный белый такой формат я тоже заметила нравится заходит для начала быстренько так с вами сделаем белый холст да у нас и белым акрилом вот я буду палитру так держать потому что акрилом все-таки течет неудобно белым цветом вот щетинкой ну взяла холст кстати 30 на 30 я закрою холстик наш белым цветом можно в принципе кто вот хочет маслом попробовать сделать маслом но тут уже надо будет конечно лучше подождать пока первый слой подсохнет и потом уже запачкала все а потом уже сверху рисовать маки принципе можно чтобы маки были яркие ну либо фон знаете нарисовать маки а фон аккуратно но не не получится все-таки сначала лучше просушить потому что тут у нас будут такие разводы эффекты чтобы это красиво получилось лучше сначала конечно просушить будет и вот так хорошенько хорошенько не сильно тонким слоем как бы так вот нормально даже где-то от щетины такие вот бороздки остаются пускай остаются это будет красиво давно у меня уже эта картиночка в интернете я ее нашла сохраненная висит и все никак я ее не нарисую так вот таким вот образом мы закрыли белый холст белым цветом дальше я себе добавлю на палитру черного цвета эту кисточку естественно промываем после акрила сразу кисти моем иначе они засохнут и вы с ними ничего шинке не сделаете так протерли промыли дальше добавляю черный кстати по поводу красных красный у меня один здесь сейчас я вам покажу один у меня вот такой вот темно красный вот он красивый но его мало я не захватит не хватит если что я добавлю красный светлый вот такая вот у меня от гаммы красный светлый то есть вы можете одним рисовать я если возьму ну я надеюсь что мне хватит но если не хватит я возьму другой то черный светлый и кисточка вот такая вот у меня как профилированная да уже наверное это не новость как бы филируют кисточки обычная строительная и вот черного видите добавилась и черного акрильчик а и вот я буду прям вот кончики сейчас покажу набираю на кончики видите вот так вот и буду создавать сейчас вот какие-нибудь интересную подложку под наши маки то есть к примеру здесь допустим можно вот так вот легким таким движением таких вот полосочек сделать где-то здесь вот добавить более темные до пускай а невозможно где-то смешается с белым будет более серый где-то вот можно вот так вот как бы такими тычочками сделать красивый эффект здесь тоже к примеру вот я кручу и его так вот здесь хочу вот вот так вот сделать вот светлее темнее разные оттеночки вот здесь я сделаю наверное вот так вот то есть создаю какую-то интересную подложечку такой вы можете что-то свое придумать без проблем так ну что вы здесь можно к примеру где-то темнее где-то светлее что-то такое интересное создать на здесь вот пускай у меня будет такой вот перемешается с белым здесь хочу по черней добавить такими короткими тоже идти можно здесь уже как говорится проявляете свою фантазию также я хочу сейчас окуну кисточку водичку сделаю немножко позже красочку положу и примеру сделаю брызги до вот сначала меленьких можно так еще это миленькие и сейчас я хочу еще более крупные клякс очки получатся вот так вот если не пальчиком а вот так вот с кисточки ну его и водичкой прям разбавляете красочку чтобы получалось брызги когда густая будет краска на видите плохо слетает еще добавлю такая клякса да красиво получилась так вот таким образом и вот хочу еще вот здесь внизу здесь наверное вот так аккуратно делаю мелких точечек не хочу чтобы у меня угол был прям сильно белый то есть я вот сейчас их буду наносить до пока меня не устроит в принципе фонда тоже видите если долго к примеру на одном месте до их получается больше то есть вы контролируете либо вы вот так водите до их чуть-чуть получается разбрызгиваться либо на одном месте долго стоите так вот пускай так будет сейчас я возьму мастихин чик ну такой вот к примеру и этот же черный цвет вот окунула слегка вот мастихин и к примеру к примеру к примеру вот нужно где-то вот тут вот так пересечь мастихин тоже интересные такие эффекты оставляет где-то фактуру подчеркивает так наберу погуще вот здесь тоже хочу кисточкой все равно не сделаешь таких эффектов которые может мастихин до делать отец хотя Продолжение следует... Ну, вот как-нибудь так. Вот меня, в принципе, устраивает. Цветы у меня будут, да, какие-то. Вот на этом я, пожалуй, остановлюсь. И здесь можно немножко подождать, пока все это дело подсохнет. Чтобы красный сильно, вернее, в красный, черный сильно не подмешивался. Можно немножко подождать и подсушить. Акрил быстро сохнет, поэтому можно феном просушить. Кто очень такой неторопливый, нетерпеливый, вернее. Но я, знаете, что, наверное, возьму. Сейчас вот белый добавлю. Кисточку после черного вымываем. И сделаю белых брызг еще. Потому что черные, это, конечно, хорошо. Но вот где-то, к примеру, смотрите. Когда появятся на черном белые, это тоже свой такой эффект будет. Даже вот сейчас сделаю кляксочек этих. Вот и все. И оставлю, пускай оно сохнет. Вот я смотрю, мне хочется здесь вот белого добавить. Спасибо. 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 Вот так все, оставляю. Итак, у меня еще не подсохло. Времени особо ждать у меня нет. вы подождите пока подсохнет я сейчас буду намечать красный цвет я взяла светлый все-таки красный не буду темно использовать какой есть намечу наши маки так самый основной самый высокий да у нас до самого верха его не поднимайте потому что в рамку если вставить и потом он у вас будет в рамку упираться ставьте место так ну холст 3 30 на 30 ну где-то сантиметра 3 оставьте основной листочек вот где-то будет вот здесь как-нибудь так пойдет это он будет тот задний дальний лепесток и здесь пойдут уже передние вот так и соответственно красочки вот таким вот образом как-нибудь красивенько вот здесь у меня будет один маг 1 сейчас вот так пока контурами намечу дальше следующий давайте сделаем вот этот нижний здесь у нас будет серединка видно вот я точечку до поставила и здесь будут лепесточки вот он такой на нас будет смотреть вот так вот тут один лепесточек такой прям раскрытый 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 там за ним будет выглядывать еще и здесь будет вот так на него заходить немножко маленький и сюда смотрит на нас то есть уже его сильно не опускаем чтобы у нас было ощущение что он смотрит на нас то есть мы его видим уже вот таким коротеньким здесь маг дальше вот здесь будет маг он будет ниже этого то есть можете себе даже примерно вот так границу поставить чтобы он был ниже основание ножка его будет вот здесь где-то и вот начинаем какой-нибудь такой корявенький лепесточек сюда и вот так и его перекрывает уже здесь тоже какой-нибудь вот так вот боковой лепесток здесь нужно будет так красиво опустить и здесь тоже у нас принципе такой небольшой маг так ну вот так здесь чуть ниже этого вот как-нибудь так лепесток видите еще подмешивается краска и вот здесь будет основание нож когда пойдет и там будет выглядывать еще лепесток и теперь можно смело закрывать вот так как у меня краска не высохла я буду просто густенько набирать красочку и выкладывать где-то она подсохла где-то еще не особо пока закрываю вот красным цветом ну тут ну прям очень густенько набирала и боком как бы веду кисточкой получают но двигаюсь к серединке да вот все лепестки помню цветочки у нас мы от краешка к серединке движемся здесь немножко между лепестками оставлю себе полосочку чтобы как бы такое напоминание мне было и где у меня лепесточек и здесь также сделаю чтобы закрыть красную и последнюю если кто тоже делает по суруму и у вас подмешивается черный не переживайте потому что мы сейчас будем добавлять черный все равно где-то затемнять лепестки наши поэтому это не страшно вот таким образом закрыли кисти я протираю и теперь буду работать черным но во первых у основания вот эти вот основания сразу вот так можно раз поставить практически на всех здесь единственная будет уже и киношка то есть я так раз придавила кисточкой вот получилось такая . и теперь очень таким вот черным черным я сейчас вот так вот подведу как бы его и теперь блоком кисточки я буду вытягивать вот эти вот как прожилочки здесь у нас серединка легким легким движением здесь на нас смотрит и так же где вот лепесток да у нас смотрите этот лепесточек он за вот этим вот большим да то есть здесь мы смешиваем черный с красным даже вот красный добавляем до чтоб у нас получился как бы темный красный чтобы был эффект что здесь просто вот лепесточек он не так просвечивает какие-то вот уголочка нужно прожилки аккуратненько так делать прям здесь тоже какие-нибудь прожилочки добавить вот этот лепесток он тоже у нас будет на просвет я смешала красный черным вот он такой грязноватый будет вот противоположном направлении так если двигаться вот эти вот серединке они получатся более таки интересны вот здесь также кисть синтетика сейчас как тот он и и Продолжение следует... Сверху тоже каких-то прожилок немного. Главное не переборщить их всё-таки, чтобы красный был. Чёрный у нас как акцент. Если вот потерялась глубина цвета, да, вот это вот внизу чёрное, можно уже потом... Вот тут около середины, да, где-то вот он более такой вот прям чёрный. Можно добавить потом сверху. Так, ну и здесь надо добавить тоже каких-то акцентов. Вот этот лепесток затемнить. Так. 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 что у вас получается. Мне хочется здесь как-нибудь добавить его побольше и поинтереснее. даже пускайте касаются друг друга. Почему бы и нет. вот этот нижний сделаю какой-нибудь такой более кучерявенький. Ох, сам какой мазочек получился, да, уже с чёрненьким. Потому что кисточкой в чёрном и в красном получаются очень интересные эффекты. И вот сейчас я уже как бы просматривая, да, могу где-то добавить чего мне, к примеру, хочется какой-то пушистости добавить или чего-то такого интересного. Ну, не забывайте про движение к центру. Вот там пускай у меня тоже выглядывает какой-нибудь лепесток. Вот таким образом. кисточку промываю, беру чёрный цвет и возьму, наверное, кисточку что-нибудь потоньше. Вот, допустим, у меня есть такая вот скошенная тоже синтетика. Главное, чтобы она тоненькая писала. Можно лайнер взять. Сейчас я намечу бутончики. Вот здесь будет бутон. Смотрите, сначала я делаю такой овал, скажем так. Не обязательно его идеально ровно делать. Здесь. И бутончик будет вот здесь. Такой вот небольшой. Тоже как овальчик, кружочек, что-то такое. И вот, собственно, для чего мне нужна была тонкая кисточка. Для того, чтобы делать вот эти вот стебелечки. Вот, пускают он. Всегда говорю, да, и буду повторять. Так, здесь смотрите, можно в воздухе как бы провести, где цветочек, да. И вот куда-нибудь сюда стебелек. Не устану повторять, что стебелек не делайте идеально прям вот одной толщины. Красивее и живописнее будет смотреться, когда он у вас... Линия не идеально ровная, да, не идеально он вообще не идеальный, скажем так. Вот, пускай он где-то будет, так, толще, тоньше, пускай он избивается. Так, вот здесь пускай бы чуть-чуть просвечивается, да, как бы ножичка. И вот сюда пойдет куда-то в темноту, туда ушел стебелек. Дальше от бутончика тоже пустим сюда. Стебелек, ну, естественно, так вот от всех цветочков мы пускаем стебелечки. Видите, где-то они толще, где-то тоньше, где-то прерываются. И это хорошо. Вот таким образом. И последний. Вот здесь у нас тоже такой вот раз. чашечка и стебелек. Вот такой извилистый красивый стебелек. Дальше с кисточки почти во всю краску черную снимаю. И самым уголочком вот здесь вот можно вот так вот захватывая черный с бутона по кругу сделать такие как ворсинки. Сильно не выцеливайтесь, чтобы они получились такие вот более естественные, скажем так. Легонечко, легонечко. И здесь чуть-чуть можно. Совсем-совсем чуть-чуть. Дальше вот здесь вот основание хочу поконтрастнее добавить. Вот когда он подсыхает, уже прям комфортно работать. Тут тоже чашечку только добавлю. Промываю. Беру красный цвет. Вот мне. Сильно полосит здесь. То есть что я сейчас делаю? Я просматриваю, да. Я отошла, посмотрела. И вот мне хочется где-то, чтобы больше как бы четче читались лепестки, да. Промываю. Опять беру красненький. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. вот таким образом. Сейчас хорошенько-хорошенько промываем. и чистым красным, где вот мне яркости прям не хватает. вот здесь делаю поярче. вот здесь делаю поярче. здесь очень темно, а оно должно быть такого вот. красный с черным перемешиваем. вот здесь. вот здесь. вот здесь. здесь более чистый. То есть смотрите на свою работу, да. И вы должны понимать, ну, уже рисуете, да, цветок. Вы понимаете, где у вас какой лепесток. То есть какой, к примеру, на свету, а какой заслонен, да, частично. То есть тот, который заслоняет, он, естественно, будет более темным. Ну и так вот просматривайте и уже на своей работе ищите вот эти вот места. И вот либо затемняйте, если это требуется затемнить, либо наоборот добавляйте более светлого. Можно высветлить, допустим, добавить оранжевого, к примеру. Так, и вот сейчас я капельку-капельку выдавила желтенького, да, мы сейчас кое-где этой же кисточкой скошенной кое-где поставим такие вот, оп, акцентики для яркости. Вот здесь у нас серединка, да, и мы сейчас вот таким вот образом добавим вот таких вот штучек. Где-то желтый с черным у меня смешивается и получается такое вот ощущение, что он чуть-чуть зеленит, как вот коробочки у маково зеленит. и вот здесь у нас тоже немножко будет там вот видно. Немножечко. Здесь можно даже беленьких добавить. Чуть-чуть. Я попробую этой же кисточкой сделать еще, допустим, дополнительные какие-то брызги. Брызги. Не очень и получается, конечно. Не хочется. Лучше щетинкой, конечно, получается. Лучше. 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 Продолжение следует... 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 ну на этом все до скорой встречи надеюсь до скорой пока пока а